Сосновый Бор является единственным уголком леса, который находится в черте города и окружен со всех сторон городской инфраструктурой. В самом его начале расположен спортивный комплекс «Север», а дальше продолжается лесной массив в очень запущенном состоянии. Однако появилась надежда, что в скором времени что-то поменяется к лучшему. На днях Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии подписал соглашение с Фондом защиты природы и окружающей среды «Зеленый стандарт» о комплексном развитии и благоустройстве соснового бора в Калининском районе. Сегодня здесь состоялось выездное совещание для того, чтобы определить очередность работ. Сейчас начинается первый этап, который посвящен исследованию растений и территории. На первый взгляд, прогуливаясь по бору, можно подумать, что это здоровый лес и, может быть, необязательно вносить в него изменения. Если мы смотрим вот так, да, все хорошо. Вот береза, вот сосна, наши основные древесные породы, ничего другого нет. И, в общем-то, деревья достаточно здоровые. Если мы опускаемся ниже, вот буквально вдоль нас, ну и здесь на заднем плане, вот он, сплошной американский клен. Он создает очень плотный подлесок на высоте где-то, ну, как видите, примерно 8-10 метров. И под его пологом, в сплошной темноте, уже ни одно из наших местных деревьев вырасти не способно. То есть, фактически, как это не покажется, не знаю, странным, неудивительным, мы видим умирающий лес. По словам ученого, этот лес еще может простоять 50 лет, но новых деревьев здесь уже не будет. Однако, потенциал еще сохраняется, даже несмотря на то, что в почве много загрязнений, в частности, азота. Основной источник этого азота – это фекалии, собачьи и человечки. А следами этого являются сплошные заросли малины и крапивы. Оба растения местные, но когда это сплошная плотная заросль, ну, приведу такой пример, на 100 квадратных метров в естественном лесу, ну, где-нибудь в середине Зайльцовского бора, у нас будет порядка 50-70 высших сосудистых растений, трав и кустарников. Здесь от силы 20. Это вот сколько биоразнообразия мы потеряли только за счет того, что любимые наши домашние питомцы справляют нужду, где хотят. Исследовательские работы по изучению потенциала парка только начались, и точный диагноз об его состоянии пока ставить рано. Но в данный момент уже понятно, что в лечении нуждается вся территория. Для того, чтобы восстановить естественный подлесок и травостой, определенно нужно вмешательство человека. Проект должен содержать устройство и систематизацию дорожно-тропиночной сети. В связи с тем, что это лес, и по лесному законодательству здесь запрещены твердые покрытия, то все дорожки мы хотим оставлять в естественном проницаемом покрытии. Результаты этого исследования помогут перейти на следующий этап, на второй, уже на стадию проектирования. Мы предполагаем разработать концепцию развития соснового бора, который бы предполагал создание рекреационной зоны, лесопарка для отдыха и рекреации. Возможно, подобное преобразование леса наконец-то не позволит здесь больше устраивать свалки, распивочные на лоне природы и лежбище для лиц без определенного места жительства. Сейчас там достаточно и первого, и второго, и третьего. Устройство обязательно экологической тропы, обязательно площадки с эко-направлением для спорта и отдыха для детей и какие-то зоны для тихого отдыха. Должны быть обязательно организованы входные зоны в этот парк с нескольких точек, общественные туалеты, навигация. Многим жителям этого района небезразлична дальнейшая судьба этого уникального места, и они прилагают усилия для его спасения. Мы со своей стороны проводим переговоры с представителями бизнеса, с предприятиями, которые находятся где-то вблизи данного городского леса, о том, чтобы привлечь финансы в благоустройство данной местности. Насколько планы общественников удастся воплотить в жизнь, покажет время. Вот только для того, чтобы сохранить этот лес как живым, времени почти не осталось.